Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Интересный ролик вчера вышел на канале Криптокрю Юниверсити. Да, когда рынок во всевластие и экстремального страха, такие видео выпускать себе дороже. Но я посмотрел его с большим интересом и удовольствием, поэтому решил перевести его и для тебя. Тем более, что мы с тобой замечали что-то похожее и в наших видео. Ссылка на оригинал в описании. То, о чем говорит этот человек, это просто его мысли, озвученные вслух, а не руководство к действию или суперточный прогноз, который стоит принимать за чистую монету. Это просто мнение трейдера. Но прежде по-быстрому посмотрим, что происходит с ценой сейчас. Мы подошли к верхней границе этой фигуры, наткнулись на линии CPR, которые стали сильным сопротивлением и оттолкнулись вниз. Такой сценарий мы предполагали во вчерашнем видео, когда разбирали 4-часовой график биткоина. Средняя линия CPR всегда является сильнейшей либо поддержкой, если цена стремится к ней сверху вниз, либо сопротивлением, если снизу вверх. Мы видим, что после обвала цена нашла свое сопротивление именно на средней линии CPR, а затем дважды тестировала нижнюю. Последние 3 месяца я активно изучал индикатор CPR и его точность меня поразила. Теперь он становится моим любимым индикатором. Поэтому обязательно поищи в гугле принципы его работы и что он показывает. Очень интересная и полезная штуковина. Скорее всего из этого треугольника мы все-таки можем пойти ниже. Фигура очень похожа на медвежий симметричный треугольник, мы тоже об этом говорили вчера. Уж очень хотелось бы увидеть хороший такой пролив, чтобы народ, который сейчас практически капитулирует, наконец окончательно сдался. Нужно заставить людей продать как можно дешевле, чтобы спровоцировать их на покупки после роста, когда цена будет подороже и снова повторить. Люди должны покупать дорого и продавать дешево. Только так крупная рыба сможет зарабатывать деньги на этом рынке. Это было бы просто идеально увидеть. А теперь перейдем к основному контенту, ради которого я и начал записывать это видео. Биткоин следует за этим редким паттерном, и не один месяц. Он делает это уже 8 месяцев подряд. И этот паттерн может дать нам инсайдерскую информацию о том, что может произойти дальше, каким будет следующее движение биткоина. Об этом мы и поговорим в этом видео. Я хочу показать вам один из самых бычьих графиков, о котором никто не говорит. Почему-то все его пропустили, а мы говорим о нем около года и освещали во множестве роликов. Этот паттерн невероятен тем, что биткоин следует ему уже 8 месяцев подряд. Начнем с циклов. У нас есть цикл 1, цикл 2 и цикл 3. Что мы заметили еще в прошлом году, это то, что цена ведет себя не так, как в цикле 2, а так, как в цикле 1. Кстати, эти логарифмические кривые, которые вы видите, отображают уровни Фибоначчи. Так что это стратегический график, который может дать нам много интересной информации. Итак, что мы заметили? Что когда цена достигает отметок нижней кривой, всегда происходило очень быстрое движение. Очень быстрое. Например, здесь понадобилось всего 2 месячные свечи, чтобы отскочить от низа до средней зеленой линии. В цикле номер 2, когда мы отскочили от этой нижней кривой, нам понадобилось 7 месячных свечей, чтобы достичь средней зеленой линии. Эта траектория движения была намного медленнее, чем та, что была в нашем цикле. Ничего удивительного, ведь это была пятая волна Эллиота, о чем мы уже говорили в наших ранних видео. Но вот с этим циклом сравнивать наш вполне уместно. После достижения нижней кривой понадобилось всего 2 месячных свечи, чтобы достичь средней зеленой линии. Так что цикл 1 и цикл 2 очень этим похожи. После достижения нижней кривой, движения цены до средней были очень быстрыми. Если что, средняя кривая обозначает 50% коррекцию по Фибоначчи. И в первом, и в третьем циклах мы достигли ее за 2 месяца. Что произошло дальше? Это фантастика. Мы говорили об этой красной линии на нашем канале, предупреждая всех о ней. Эта красная линия – это уровень Фибоначчи 0.7639. Так что же случилось? В первом цикле, в апреле, мы прорвались через эту среднюю линию и оттолкнулись уже от красного уровня Фибоначчи. И после этого упали сразу же ниже средней зеленой линии. Это было сильное движение вниз, которое всех тогда застало врасплох. Но как мы видим, массивная коррекция началась конкретно на этом уровне и конкретно в апреле. В цикле номер 2 мы точно такого не видим. Давай посмотрим на цикл 3. Мы видим, что цена пробила эту среднюю линию и оттолкнулась от красной также в апреле. И уже после этого цена жестоко упала ниже этой средней линии. И здесь все становится еще интереснее, потому что, как я сказал, биткоин повторяет этот паттерн уже 8 месяцев. Итак, что случилось дальше? Мы нашли поддержку на этом уровне Фибоначчи 0.2631. И это конкретно тот же уровень, на котором мы нашли поддержку сейчас. Мы касались его дважды, здесь и здесь. Именно на этом уровне мы и нашли поддержку, что и отбросило цену вверх к средней линии. Что еще интересно? Что поведение совпадает чуть ли не до каждой свечи. Вершина была в апреле, а дно было в июле. Июль в первом цикле нашел поддержку на уровне 0.2631 по Фибоначчи. Июль в третьем цикле также нашел поддержку на уровне 0.2631 по Фибоначчи. Практически копия. Посмотрим ближе. Цена нашла поддержку прямо на этом же уровне. Это просто фантастика. И опять же, что мы сделаем? Используем эту информацию, чтобы предположить, что случится дальше и когда это случится. И как высоко мы можем вырасти, если этот паттерн продолжит повторяться. А он повторяется уже 8 месяцев подряд. Вершина в апреле. Дно в июле. И сейчас мы вот здесь бьемся за преодоление средней линии. Это 50% уровень по Фибоначчи, от которого, кстати, мы упали после достижения 40 тысяч долларов. Это очень сильный уровень, который действует то поддержкой, то сопротивлением. Сейчас он снова стал сопротивлением. Посмотри, сейчас мы опять штурмуем этот уровень. Точно так же, как и в первом цикле. Когда мы пробили этот уровень тогда, в октябре. И мы пробили его очень сильно. А ведь октябрь уже на носу. Так что все идет практически как копия. Мы нашли дно в июле, затем две месячные свечи отталкиваются от этой средней линии, как в цикле номер один. И теперь в октябре мы ожидаем тот момент, когда, наконец, цена пробьет эту линию и удержит ее в качестве поддержки. В цикле номер один, это был именно октябрь. И затем ноябрь. Посмотри, какая огромная свеча тогда была. Она была экстраординарной. Увидим ли мы это снова? Время ответит. Если это произойдет, как высоко может вырасти цена? И еще раз, это не прогноз, а всего лишь обзор фактов, которые предоставляет график. Иногда эти факты хорошие, иногда плохие. Но я хочу, чтобы вы это увидели. Это очень-очень интересно. Итак, эта средняя линия находится на отметке около 54,5 тысяч долларов. Если паттерн цикла номер один продолжит повторяться, то он должен привести нас к отметкам выше 54,5 тысяч долларов. Если и после этого паттерн будет отыгрывать так же, как и 8 месяцев до этого, вспомни. В цикле номер один в ноябре была огромная свеча. Куда она может привести нас? К верхней кривой. А это около 130 тысяч долларов. Опять же, нет никаких гарантий, что так и будет. Очень редко бывает такое, чтобы биткоин следовал одному и тому же паттерну след в след. Но эти совпадения очень интересны. Апрель пик, июль дно, август и сентябрь отскоки от средней линии. И то же самое происходит и сейчас. Август и сентябрь также отскакивают от средней линии. Повторятся ли октябрь и ноябрь? Очень интересно. Надеюсь и для вас тоже. Если это так, не забудьте поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!